Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале Универ ТВ. Сегодня в нашей программе, конечно же, мы вам расскажем о мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Казань-2019. Гости чемпионата побывали в Казанском федеральном университете. Ректор Казанского федерального университета принял участие в традиционных августовских совещаниях работников образования и науки в Татарстане. Приятная неожиданность – учащиеся лицеи в Казанском федеральном университете все чаще врываются в роли лидеров в мировое олимпиадное пространство. Шанхайский рейтинг обубликовал свои данные за 2019 год. Казанский федеральный университет удержал свои позиции, хотя не всем университетам в России удалось это сделать. 22 августа 2019 года в Казани произошло событие мирового масштаба. Стартовал мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Казань-2019. Это очень важное событие не только для Татарстана, но и Российской Федерации в целом. Да, эти соревнования, возможно, по уровню не так масштабны и по притоку туристов, как с чемпионатом мира по футболу 2018 года, но важно другое. Татарстану удается систематически инициировать события мирового масштаба, которые, вне сомнения, дают свои преференции для жителей республики. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров принял участие в торжественной церемонии — открытие мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Казань-2019. В дни проведения чемпионата в университет посетило множество иностранных делегаций, в составе которых были либо представители зарубежных университетов, либо чиновники, курирующие образование в своих странах. Важно и то, что во время чемпионата в университете побывали влиятельные и важные гости, решающие на сегодня вопросы стратегии развития научно-образовательного направления в России. Прежде всего, речь идет о помощнике президента Российской Федерации Андрея Фурсенко, а также о министре науки и высшего образования России Михаиле Катюкове. С 22 по 27 августа в столице Республики Татарстан проходит 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Участие в нем принимает 1300 молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям. Россию представляют 63 конкурсанта из 24 регионов Российской Федерации. Площадкой для размещения делегатов стал уникальный жилой комплекс деревня WorldSkills – деревня универсиады. Один из главных жилых объектов Казанского университета. Ежегодно там проживают и нагородние, и иностранные студенты. Стоит отметить, что более 600 студентов Казанского федерального университета, владеющих английским, немецким, французским, испанским или китайскими языками, стали волонтерами на чемпионате WorldSkills «Казан-2019». 22 августа состоялась церемония открытия чемпионата WorldSkills-2019. В торжественном открытии мероприятия приняли участие председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, президент Татарстана Рустам Мениханов и другие почетные гости. Участие в церемонии открытия принял и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. На ближайшие пять дней столица Татарстана стала центром не только профессионального образования, но и дальнейшего развития взаимоотношений между странами, предприятиями и университетами. Так, 22 августа стены Казанского федерального университета посетил помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. В ходе визита ректор Кафуль Шат Гафуров продемонстрировал готовящийся к открытию научно-клинический центр претизионной и регенеративной медицины. Создаваемый центр станет связующим звеном между исследовательской и клинической частями ВУЗа для наиболее эффективного трансфера технологий по ранней и сверхранней диагностике онкологических, инфекционных, иммунных и редких заболеваний, методов генной и клеточной терапии различных заболеваний человека, в том числе социально значимых. Стратегические партнеры центра – РИКЕН, Уэлл, Курнер Медисин, Юниверситет оф Нотингем, крупные частные инвесторы и индустриальные партнеры. Новый элемент в структуре КФУ будет включать центры клинических исследований с круглосуточным стационаром на 25 коек, отделение малоинвазивной фирургии, травматологии и ортопедии, гастроэнтерологии, нейрореабилитации. На базе университета будет располагаться совместная лаборатория КФУ и Русфонд. Это первая отечественно специализированная NGC-лаборатория по определению генной совместимости потенциальных доноров. Такой машины у нас в стране нет при секвенировании крови добровольцев, которые станут потенциальными донорами костного мозга. То есть на самом деле это единственный вид донорства в мире, когда требуется предварительно отмобилизованная армия добровольцев. Потому что при трансплантации требуется и неродственная костная мозг, то надо иметь заранее готовых людей. В феврале 2016 года благотворительная организация Российский фонд помощи совместно с Казанским федеральным университетом решили развивать проект по созданию регистра доноров костного мозга Республики Татарстан, который окажет реальную помощь тяжелобольным пациентам в борьбе с раком. Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ был выбран местом реализации проекта в связи с наличием в ВУЗе высокотехнологичной инфраструктуры, лаборатории, имеющих все возможности для проведения необходимых процедур. В 2018 году КФУ и Росфонд пошли в своем развитии еще дальше. Был создан первый в России при Волжке регистров доноров костного мозга. Совместное предприятие является важным этапом в реализации программы ускорения строительства национального регистра, предложенной Росфондом. Отечественный регистр, большой, и вот мы подключились к этой истории. Спасибо Казанскому университету. И сейчас мы здесь создаем самый крупный по мощности лабораторный комплекс, способный в год, в следующем году это уже будет, делать до 40 тысяч и первыми в год. В этом же здании располагается созданная в рамках совместного российско-японского проекта так называемая зеркальная лаборатория КФУ Рикен, в которой не только успешно проводятся передовые исследования в области расшифровки генома человека, но и выстраиваются новые системы международного сотрудничества. Со стороны Казанского университета зеркальной лаборатории, или как ее еще называют юнитом, руководит Олег Гусев. Такая, что у нас здесь есть совместная лаборатория из Японии, в Японии у нас есть специальные подразделения, которые работают на благо России. Стратегическим же партнером ВУЗа, начиная с 2008 года, является исследовательский институт Рикен, ведущая научная организация Японии, в которой проводятся исследования широкого диапазона – физика, химия, биология, медицинские исследования, инженерия и компьютерная техника. Так, КФУ Рикен совместно готовит специалистов высшей квалификации в области физики. Действует в КФУ и комплекс совместных научно-исследовательских лабораторий КФУ Рикен в области физики, химии, медицины и генной инженерии. Без сомнения, одним из наиболее значимых направлений сотрудничества КФУ Рикен является медицина и генная инженерия. Создана совместная лаборатория «Функциональная геномика», основной фокус которой – трансляционные биомедицинские исследования с привлечением высокопроизводительного секвенирования в области онкогенетики и фармакогенетики для поиска новых перспективных диагностических решений по оптимизации терапии. Лично в этом, 16 августа, убедился директор инновационной программы превентивной медицины и диагностики Рикен Йошихида Хайшизаки. Исследования сейчас протекают достаточно активно. В лаборатории работает около 30 человек. Помимо исследованной области лечения рака, мы проводим исследования в области мускулатуры. Когда люди не задействуют мышцы в своей повседневной жизни, они атрофируются. Например, это происходит во время возвращения астронавтов из космоса. Мы исследуем симптомы госпитализированных людей, у которых наблюдается мышечная атрофия, чтобы предотвратить эту болезнь. Этот тип исследований очень важен для нас. Мы хотим разрабатывать этот проект именно здесь. Это наши текущие планы. Полученные технологии максимально быстро проникают в практику, хотя уже сегодня университетская клиника находится на острие медицинской науки. Длительный процесс переоснащения, обновления, инфраструктуры и ремонта завершается. И уже без дополнительных объяснений становится видна структура оказания помощи, где проблемы каждого пациента решаются индивидуально, а выбранное лечение в полной мере отвечает принципам персифицированной медицины. Все это показали также на примере работы хирургического корпуса и поликлиники университетской клиники КФУ. Стоит отметить, что с момента перехода клиники в юрисдикцию Казанского федерального университета принципиальные изменения коснулись особенностей видения приема в больнице. Новая концепция оказания медицинской помощи в условиях приемно-диагностического отделения предполагает, что в одном и том же месте можно получить неотложную помощь, пройти обследование, в том числе с применением сложных технических средств, и получив предварительный диагноз, в случае необходимости сразу отправиться на лечение в стационар. Эгономическое расположение рентгеновской техники на базе университетской поликлиники медсанчасти Казанского федерального университета позволяет нам одномоментно направлять надообследование пациентов на компьютерный томограф в случае выявления любых патологических изменений по результатам флюорографии, которые выходят за понятие нормы. В рамках визита помощника президента Российской Федерации Андреев Фурсингов в Казанский федеральный университет состоялась встреча с одаренными студентами Татарстана. Основной темой для обсуждения стал проект по формированию Республиканского центра выявления и поддержки одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Татарстан по модели образовательного центра «Сириус». Встреча строилась по принципу открытого диалога между ее участниками. «Сириус» – это система, которая только еще так выстраивается. Если я правильно понимаю, все-таки, то, несмотря на, скажем, этот недостаток, ну вот вряд ли бы три раза туда приехали, если бы третий раз туда и второй, третий раз туда поехали, если бы вы считали, что первое что-то не… ну, бессмысленное занятие. То есть, пульса от этого есть какая-то, да? И, видимо, наверное, и место так, ну, в принципе, в котором можно что-то получить. В рамках 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills состоялся визит министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Котюкова. В рамках визита ректор Кафуль Шадгафуров продемонстрировал министру несколько объектов Казанского университета. Отправной точкой стала лаборатория генной и клеточной технологии, расположенная по адресу улица Парижской коммуны, 9. Здесь первоначально начинались исследования и поиски новых подходов генной и клеточной терапии человека и животных. В настоящее время разработка генно-клеточных технологий, стимулирующих регенеративные процессы в организме, ведется на базе Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и НОЦФАРМАЦЕВТИКИ, созданного для разработки и испытания лекарственных препаратов в рамках федеральной целевой программы «ФАРМА-2020». В структуру НОЦФАРМАЦЕВТИКИ входят несколько баз и отделов медицинской химии, поисковых исследований, доклинических исследований, клинических исследований, помещения для содержания лабораторных животных и прочее. Исследования, проводимые на базе Казанского университета, являются социально значимыми. И по мнению авторов лекарств и технологий лечения, в случае выхода препаратов производства они способны спасти не одну тысячу жизней. По отработке и именно поиску маркеров, как предрасположенности, так и разработка программы, здоровоизбередающих программ для минимизации воздействия химических крови. Там сейчас в планах речь кровь, кровь моча. В рамках визита ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров рассказал о завершении строительства и оснащении научно-клинического центра, претезионной и регенеративной медицины. Уже в текущем году исследовательское учреждение станет своего рода мостом между фундаментальной наукой и клинической практикой, причем максимально коротким. Эффективность проекта определяется не только степенью вовлеченности научных и медицинских работников, но и готовностью представителей реального сектора экономики вкладываться в развитие направления. К слову, отдельно в рамках визита рассмотрели итоги работы российско-японского центра КФУ «Рикен», возглавляемого Олегом Гусевым. Начавшийся с проекта научно-исследовательской лаборатории «Экстремальная биология», он перерос границы стран и континентов. Мы выяснили, как выявили первую в мире клетчатую культуру, единственную, которая может храниться без воды. Мы можем ее высушить, она может десятилетиями лежать, мы заливаем водой. Вы еды хомосапинцы, вы деретесь. А вот это наша цель. Сейчас большой проект геномный, по геномной программе, не ботаницы мы совершенно отдельные. Мы собрали коллекцию самых топовых экстремофильных организмов, и используя широкий скрининг геномный, мы хаотично внедряем его в клетки человека и насекомых. Вы как попытаетесь систематизировать эти данные? Именно так. Мы используем метод секвенирования отдельных клеток. И мы понимаем, комбинация каких генов с какими дает вот этот новый эффект. Таким образом, за короткое время визита удалось не только ознакомить министра с основными тезисами стратегии развития ВУЗа, но и продемонстрировать эффективность выбранного направления и вклад Казанского университета в науку и реализацию национальных проектов России. Возвращаясь к теме научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, надо отметить, что это весьма необычное подразделение медицинского кластера университета. Основная задача прецизионной, читая персонализированной медицины, это определить, какие лекарства будут эффективны для пациента на основе его генетических, экологических и биологических факторов болезни. Регенеративная медицина — это восстановление пораженной болезнью или поврежденной травмированной ткани с помощью активации эндогенных стволовых клеток или с помощью трансплантации клеток, клеточной терапии. Эндогенные означают вызванные внутренними факторами, появившиеся в силу внутренних причин. Стволовые клетки — это незрелые клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов. Эти клетки способны самовозобновляться, образуя новые стволовые клетки, то есть превращаться в клетки различных органов и тканей, регенерировать. Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины университета будет заниматься апробацией и отработкой результатов исследований ученых университета для последующего внедрения технологий в практику университетской клиники. Стратегическими партнерами центра являются Институт физико-химических исследований Рикен, Япония, Медицинский центр Royal Corner Medicine Соединенные Штаты Америки и Ноттингемский университет Великобритании. Как ни странно звучит на первый взгляд, но Казанский университет может стать одним из главных бенефицаров Чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, проходящего в эти дни в Казани. Бескомпромиссная борьба между примахерами, сварщиками, каменщиками и прочими мастерами разных стран за право быть признанными лучшими в своих профессиональных дисциплинах, по большой части эта борьба остается за бортом внимания широкой общественности, как казанской, так и мировой, на которую формальные соревнования рассчитаны. Несмотря на все усилия наших организаторов, раздуть интерес к ним. Но что поделать, WorldSkills это, увы, не чемпионат мира по футболу и даже не универсиада, честь принимать которой прежде выпадала Казань, вместе с щедрым финансированием со стороны федерального центра. На WorldSkills этот центр, увы, раскошелить масштабно не удалось. Не тот пиар-эффект от WorldSkills, именно поэтому мировое первенство синих воротничков проходит без некогда привычного выхлопа в виде новых дорог, развязок, станций метро, миллиардных подрядов и прочих ништяков, которые выпадали Казани, принимающие те или иные мировые мероприятия мирового уровня. Но если в целом повторить экономический успех универсиады или чемпионата мира по футболу организаторам WorldSkills не удалось, то в отдельных сферах финансово-экономический шлейф от мероприятия может быть долгим, например, в научно-образовательной сфере. Дело в том, что WorldSkills стал поводом для визита в Казань целой когорты федеральных министров и прочих ВИПов федерального калибра. В частности, министра науки и высшего образования России Микаила Катюкова и бывшего руководителя этого ведомства, а ныне помощника президента Российской Федерации Андрея Фурсенко. Эти две ключевые фигуры отвечают за реализацию национального проекта науки. Наука отвечает за распределение почти 700 миллиардов рублей, выделенных на этот проект. Претендует на части средств Казанский университет. В рамках этой презентации министрам нынешнему и бывшему был показан новый научно-клинический центр прецизиозной регенеративной медицины КФУ. Напомним, основная идея нацпроекта наука – создание в стране сети из 15 научно-образовательных центров, в рамках которых была бы создана тесная кооперация научно-исследовательской работы и реального сектора экономики с целью быстрого внедрения новых разработок российских ученых в коммерческое использование. При этом ключевым игроком этой связки становились бы крупные российские компании, выступающие заказчиком тех или иных разработок для своих нужд и обеспечивающие наряду с государством их софинансирование. Проблема кураторов национального проекта наука в том, что этот проект был заявлен без малого два года назад, а его реализация так толком и не началась. И не по причине отсутствия средств, а по причине слабого интереса со стороны большого бизнеса к участию в финансировании отечественных научных разработок. Не верю в их коммерческих успех. Нет, получить госфинансирование в рамках нацпроекта желающе предостаточно, но вкладывать свои средства в научные разработки тут уж дураков мало. Изюминка же нового научно-клинического центра КФУ, которая должна понравиться топовым федеральным чиновникам в том, что этот центр во многом создан на средства частных инвесторов, на средства компании ТАИФ, владельцы и менеджеры, которые поверили в разработки ученых Казанского университета в области генной и клеточной медицины и захотели их профинансировать без всяких понуканий со стороны государства, без пряников в виде государственного софинансирования сами, свой страх и риск, свое бизнес-чутье. Собственно, научно-клинический центр КФУ – это, по сути, та самая искомая модель взаимоотношения науки, бизнеса и государства, которая обозначена в национальном проекте «Наука». И не на бумаге, и не в красивой презентации, которыми сейчас завалено федеральное министерство, а уже действующее, работающее. И если это удалось донести до кураторов нацпроекта, в ходе их визита в Казань, значит наши шансы на участие в нацпроекте «Наука» сильно вырастут. Август – это традиционный месяц подготовки к новому учебному году. И речь идет здесь не только о родителях, которые озабочены покупками канцелярских товаров и школьной формой для своих любимых чат, но в данном случае мы говорим об учителях, а вернее о традиционных августовских совещаниях работников образования и науки в Республике Татарстан. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принимал участие в августовских совещаниях работников образования и науки Республики Татарстан. Хотелось бы напомнить, что Казанский федеральный университет помимо подготовки будущих учителей занимается также и повышением квалификаций уже состоявшихся в профессии педагогов, предлагая свои уникальные технологии в образовательном процессе. В 2019 году ЕГЭ сдали почти 17 тысяч выпускников. В течение последних лет наблюдается заметный рост количества стобальников. Сегодня таких ребят 181. 13 из них – это учащиеся IT-лицеи и лицеи имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ. Каждый четвертый стобальник выбрал своя альма-матер Казанский федеральный университет. Вы на самом деле не просто учились, но вы еще и психологически очень хорошо подготовились. Сдача любых экзаменов, в том числе Единого государственного экзамена – это дополнительные испытания для всех вас. Я отдельно хочу сказать огромные слова благодарности, кто выбрал наш федеральный Казанский университет по одной простой причине, что вы поверили. В этом году традиционное августовское совещание работников образования и науки прошло на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо», где проходит 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В совещании приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев, заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина, мэр города Казани Ильсур Медшин. Главными в этот день стали вопросы повышения качества образования в Республике Татарстан в рамках реализации национального проекта образования. Республика Татарстан уделяет самое пристальное внимание системе образования. Прежде всего, это касается дальнейшего развития инфраструктуры, подготовки современных педагогических кадров и систем мотивации учительского труда, совершенствования образовательных технологий. В этом учебном году произошли серьезные изменения в деятельности Республиканского Олимпиадного Центра, ставшего площадкой для реализации образовательных проектов, центром разработки, апробации и широкого внедрения образовательных программ. Каждая победа – это значимое достижение для ребят, их наставников и яркое событие для Республики. Таким событием для нас стала и блестящая победа ученика 11 класса лицея Лобачевского Гайнулина Ильдара на Всемирной Олимпиаде по информатике. Он привез золотую медаль, став первым в рейтинге российской команды и вторым в мировом рейтинге. Можно говорить и не только об успешных результатах татарстанских школьников на международных и всероссийских Олимпиадах. За последние три года увеличилось количество абитуриентов из числа победителей и призеров Олимпиад, поступающих в вузы Республики. Их число выросло до 45%. Международные рейтинги вузов формируют модели и стандарт развития современного университета. В текущем году Казанский федеральный университет сохранил положительную динамику в авторитетном международном академическом рейтинге КОЭС, поднявшись на 45 позиций. Неплохую динамику демонстрируют наши ведущие вузы в различных предметных рейтингах. Пленарное заседание августовского совещания завершилось серией по вручению от президента Татарстана, подтвердив тем самым особое внимание к развитию системы образования со стороны правительства и готовность к изменениям со стороны педагогического сообщества. Традиционно в августе рабочий график ректора Казанского университета Ильшата Гафурова доволняется встречами с учителями. Так и 19 августа в Апастовском муниципальном районе состоялся августовский педсовет. Перед началом совещания участники продемонстрировали возможности района в подготовке мастеров по рабочим специальностям. Наиболее значимыми для территории являются все направления, связанные с сельским хозяйством. При этом апастовцы представили на международном чемпионате WorldSkills сразу двух участников. Важным для Апастова остается вопрос подготовки образовательной инфраструктуры, проведения ремонтных работ в школах. Сегодня основными средствами трансформации образования в Республике Татарстан выступают три базовых фактора. Модернизация инфраструктуры, внедрение новых образовательных технологий, подготовка и профессиональное развитие педагогических кадров. Когда только ЕГЭ ввели, к большому сожалению, это даже многие учителя наши не могли ответить на те вопросы, которые ставят задачи единого государственного экзамена. И тогда мы задались вопросом, а почему так происходит? А по одной простой причине, во-первых, психологическая подготовка желала лучшего. Самое главное предметная подготовка. Поэтому учителя-предметники у нас готовятся, я условно говорю, физики, вместе с теми, кто физику выбирает как основную профессию по своей жизни. То же самое в других предметных областях. Ежегодная августовская встреча, представляющая собой, по сути, переговорную площадку, дает возможность подвести итоги прошедшего учебного года. Каким образом обеспечивать качество и сохранить педагогический состав в малокомплектных школах, а также наметить перспективы дальнейшего развития отрасли образования в Камско-Устинском районе. Условия работы в малокомплектных школах создают дополнительные трудности для директоров и самих учителей. Несмотря на совмещение предметов, никто не дает право снижать качество преподавания. Потому особенно важным становится процесс переподготовки и повышения квалификации. Мы являемся одним из немногих высших учебных заведений, которые не только готовят одновременно учительские кадры. У нас примерно по направлению подготовки учителей обучается до 9 тысяч человек в год. Но и в то же время мы занимаемся научно-исследовательской работой в этой области. Казанский федеральный университет является лидером среди лучших вузов страны, осуществляющих подготовку педагогических кадров и разработку методик обучения. Именно поэтому ректор Кефуль Шадгафуров лично принимает участие не только в республиканской, но и в районных педагогических конференциях. Очередная из них состоялась в Кайбицах. Началась не со стандартного отчета о проделанной работе за предыдущий год. Как отметили сами участники мероприятия, самым важным событием стало вручение портфеля в рамках акции «Помоги собраться в школу». В рамках совещания затронули вопрос поддержки здоровья учителей. По испоряжению ректора КФУ университетская клиника по направлению из района будет оказывать им помощь. Таким образом сформируется целостная система поддержки педагогов. От повышения квалификации и методического сопровождения до профилактики здоровья. В последние годы лицеи КФУ прочно обосновались в топ-100 лучших школ России. Речь идет о лицее Лобачевского университета и об IT-лицеи интернатного типа. Они вошли в топ-100 лучших школ среди 16 тысяч школ страны, между прочим. Объективным подтверждением таких высоких позиций может служить и приятная новость, которая поступила буквально на днях о золотой медали в соревнованиях по математической олимпиаде в Китае. Ученица IT-лицея университет Анны Седовой. Напомню, что ранее Ильдар Гайнулин, ученик лицея Лобачевского, взял золото на Международной олимпиаде школьников по информатике в Баку. Российская сборная выиграла четыре золотые медали и заняла первое место в медальном зачете на Международной олимпиаде по информатике I.U.I. Одни из лучших в мире молодых программистов. Они вернулись с триумфом из Баку. Четыре золота из четырех возможных. В медальном зачете первое место. Одиннадцатиклассник лицей имени Николая Ивановича Лобачевского, КФУ Ильдар Гайнулин в индивидуальном списке лидеров. Второй на планете среди школьников. Ильдар Гайнулин, Team Russian Federation. Когда мы узнали, что он второй, это не было для нас сюрпризом, потому что все дни, которые проходили соревнования, мы наблюдали за тем, как Ильдар справляется с конкурсными заданиями, как он решает задачи. И очень переживали, когда он спускался на третье место. Но потом ликовали, когда он поднимался на первое место среди участников. Дело в том, что Олимпиада Иоаи она такова, что сразу, по мере того, как выполняются задания Олимпиады, они загружаются и на общее обозрение выставляются результаты. Олимпиада состояла из двух туров, в ходе которых участники демонстрировали различные навыки по информатике и ЭКТ, выполняли алгеметрические задачи. Задачи очень сложные. Это не школьная программа. То есть, вроде бы, Олимпиада среди школьников, а задачи совершенно не школьные. То есть, кроме школьной математики, нужно знать еще высшую математику. За первый и второй курс вуза. Это алгебра, аналитическая геометрия и дискретная математика. По словам Елены Скобельцуной и Сергея Михайлина, Ильдар решил поступить в лице в седьмом классе и начать олимпиадную деятельность в стенах одного из лицеев Казанского федерального университета. Привел его мальчишка, его друг. В лице даже привел. То есть, который у меня уже год занимался. И Ильдар сразу пришел и стал заниматься в кружке. Вот год он занимался, не было никаких, естественно, успехов, потому что он еще ничего не знал. Но уже немножко программировал. И вот как год он пробучился у меня, потом была летняя еще компьютерная школа. Он туда съездил. И вот с восьмого класса уже начал четкий подъем. То есть, он сразу стал выделяться среди всех остальных. Ильдар Гайнулин – третий подопечный Сергей Иванович, завоевавший медаль Международной олимпиады по информатике. В 2016 году, когда Айуай проходил в Казани, одним из главных ее организаторов был Казанский федеральный университет. Призером стал учащийся лицей имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ Асхат Сахабиев. В прошлом году золото олимпиады привез из Японии еще один представитель этого лицея – Рамазан Рахматуллин. В лицее создано уникальные условия для взращивания чемпионов мира. В 2016 году Сахабиев Асхат стал победителем, призером Айуай в Кворде Казани. В 2018 году, в 2011 году в рейтинге лучших программистов мира Айуай в Японии стал Рахматуллин Рамазан. Тоже получил золото. И вот в этом году Ильдар стал второй в рейтинге. Среди более чем 300 участников, 300 участников, Ильдар занял второе место. Но мы думаем, что это еще не самый главный его результат, самое важное еще впереди. К сожалению, после напряженной борьбы у Ильдара совсем немного отдыха. 22 августа Ильдар Гайнулин отправится на сборы в Петрозаводск. Нужно готовиться к новым конкурсам и олимпиадам. Следующее международное состязание по информатике пройдет в Сингапуре в 2020 году. Будем надеяться, что ему удастся осуществить свою мечту – стать абсолютным чемпионом. Учащийся эти лицея Казанского федерального университета Анна Седова одержала победу на 18-й Китайской женской математической олимпиаде. Китайская женская математическая олимпиада – соревнование для команд, представляющих различные провинции, специально административные районы Китая. Она проводится с 2002 года. Изначально целью состязаний было пробудить интерес девушек к олимпиаде по математике. Ведь по статистике они участвовали в подобных состязаниях гораздо реже юношей. Помимо школьниц из Китая, в соревновании традиционно участвуют сборные из России, Гонконга, Филиппин и Макао. Соревнования проходили с 10 по 15 августа в китайском городе Ухань. За два тура школьницы решили 8 задач уровня Международной математической олимпиады. Свои ежегодные результаты представил шанхайский рейтинг ОРУ-2019. Казанскому федеральному университету удалось удержать свои позиции. Хотя надо сказать, что не всем российским вузам это оказалось по плечу. Скажем, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого и Томский политехнический университет, снизив позиции, вообще выпали из списка. Не удалось сохранить свои позиции Московскому государственному университету, который также снизил свои показатели. Если судить по позиции в мире КФУ согласно шанхайскому рейтингу, то видно, что они несколько скромнее, чем те, которые представили британские рейтинги Times Higher Education и Corelli Simons. В то же время у КФУ выше позиции в сравнении с российскими вузами именно в шанхайском рейтинге, нежели британских. Вот такие противоречия возникают у различных рейтинговых агентств. Впрочем, более подробно об этом мы вам расскажем в нашем репортаже. Китайская компания Shanghai Ranking Consultancy опубликовала рейтинг 1000 лучших вузов мира. Казанский федеральный университет вошел в группу 801-900 всемирного рейтинга университетов академик Ranking of World University, сохранив свои прошлогодние позиции. Он имеет очень интересную специфику, то есть он оценивает само учреждение, скажем так, по тем научным результатам, которые имеют выпускники, и также по уровню, ну скажем, международного признания сотрудников университета. Вот это Абелевская, Нобелевская, Филсовская премия и прочее, прочее, прочее. Также среди одних значимых показателей в структуре этого рейтинга это количество опубликованных статей в Nature and Science. Это считается, что одни из наиболее цитируемых, известных и респектабельных научных учреждений. А также, скажем, объем статей и их цитирование. То есть это уже последние традиционные для нас показатели. Россию в рейтинге представляют 11 вузов, 9 из которых являются участниками проекта 5100. Особенность этого рейтинга, что можно исказить объективную картину. Каким образом? Если у меня хороший бюджет, то есть если меня финансируют, то в этом случае я могу привлечь для проведения исследований, для образовательного процесса соответствующих лауреатов, но я автоматически, моя позиция, она принципиально изменится. Хотя, ну, это понятно, что, например, в течение какого-то периода, если работают эти люди, серьезно изменить ситуацию в вузе, это достаточно сложно. Два наших конкурента вуза, то есть имеется в виду конкурента по программе 5 ТОП-100, это Томский политех и Санкт-Петербургский политех. Это имени Петра Великого, очень, скажем, мощные и конкурентоспособные организации, они вообще в этом году выпали. Стоит отметить, что Казанский университет ориентируется не только на рейтинг ОРВУ. В июле этого года КФУ повысил свои позиции в одном из наиболее авторитетных международных академических рейтингов QS World University Ranking, заняв 439-ю позицию. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. Журнал Казанского Федерального университета Russian Mathematics стал первым математическим журналом среди изданий российских вузов, вошедших во второй квартиль базы данных Скопус. Каждый журнал, входящий в Скопус, попадает в один из четырех квартелей. От первого, самого высокого, которому принадлежат наиболее авторитетные иностранные журналы, до четвертого, самого низкого. Так, с помощью системы квартелей можно объективно оценить качество и уровень научного издания. По итогам 2018 года Скопус нам присвоил индекс Q2. Это квартири есть, Q1, Q2 ценятся, их четыре, вообще-то говоря. До этого несколько лет мы были в Q3. То, что журнал, который называется Russian Mathematics, попал во второй квартель, это, в общем-то, говорит уже о многом. Это означает, что журнал этот высоко цитируется, статьи, которые публикуются, читаются, и они очень, ну, будем говорить, очень в пределах, так сказать, математического мира популярны. Вы знаете, престиж-журнал растет, а это означает, что люди, более сильные ученые будут нам подавать статьи свои для публикации. То есть это очень важно, потому что мы публикуем то, что нам предлагают. Из того, что нам предлагают, часть отбираем лучшие, худшие отклоняем. Стоит отметить, что Russian Mathematics не единственный журнал Казанского университета, который вошел в базу данных, индексируемых Скопус. Всего их четыре. Среди них Лобачевский журналов Mathematics, Магнитный резонанс, Образование и саморазвитие и Russian Mathematics. Это один из индексов успешности и продвинутости нашей науки. Есть Скопус, есть Web of Science, и те статьи, которые публикуются и индексируются в изданиях, входящих в эту базу, считаются, что это достаточно высокий научный уровень. В принципе, у нас этот уровень Казанский университет демонстрирует уже длительное время, и с каждым годом мы все больше и больше публикуемся в Скопус. И попадание научного издания, учрежденного Казанским университетом, в эту базу – это тоже один из признаков успешности и продвинутости нашей науки. Присутствие в базе Скопус открывает перед изданием широкие возможности в плане привлечения к сотрудничеству ученых с мировым именем, а также расширения круга потенциальных читателей. Включение в международные базы радикальным образом повышает заметность университета, а также его позиции в рейтингах. Итак, наше время подошло к концу. Вы смотрели информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универт ТВ». Всего доброго! Вел программу Ильдар Харимов. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова